18 или 19 веке архитектор заявлял о себе помпезным зданием химик громким открытием страна великой победой первым толковым пиар-менеджером россии была екатерина вторая которая наладила сбыт нужной информации по необходимым каналам адресатами выступали лидеры мнений той эпохи преимущественно во франции которые увеличивали медийный вес как самой скифской царицы так и ее владений но это было еще не победа в информационной войне звездным часом российской империи стала победа над наполеоном европейские сми которые существовали на тот момент исключительно в печатном виде вынуждены были порой скрипя зубами размещать победные реляции и даже воздавать должное русской армии и эта армия в пушкинскую эпоху была настолько конкурентоспособной что была инструментом давления монаршей воли другое дело когда к началу крымской войны все технические преимущества были утеряны чтобы после очередного витка истории российские вооруженные силы вновь покорили жестокое сердце бога войны и этого бога в петербурге был свой алтарь виде куска выжженной и вытоптанной земли марсово поле ныне подзабытый поэт а пухтин который в основном известен романсами писавшимися свое время на его стихи а музыку придумывал чайковский писал в 1872 году честь столетнего юбилея петра первого много натворив чудес он процарствовал счастлива борода не курги мес раз решил за кружкой пиво с треском бороды летят пытки казни все в смятении так водилось просвещение 200 лет тому назад а пухтин не зря упоминает бритье оборот для него это насилие над человеческой личностью издевательство над вековыми традициями чего поэт не понимал тогда главной подоплеки реформ петра выиграть войну для этого нужно было в корне переделать армию борода во время рукопашной схватки а это тогда было отнюдь не редкость во время боя служила прекрасным отростком волос за которые можно схватиться ну и нанести врагу непоправимый урон это сейчас камзовые чулки парики нам кажутся маскарадом конечно же это не спецназ нашего времени но все познается в сравнении после длиннополых кафтанов подобный вид одежды был куда более комфортным хотя вот современные реконструкторы утверждают обратное но царю то было виднее а парик это не только дань моде в косу вплетался железный пруд который защищал шею от сабельного удара марсово поле служила выставочным центром достижения российской армии как ныне 9 мая миллионы телезрителей следят за парадом на красной площади так и тогда сотни зевак и специально приглашенных гостей наблюдали за геометрически выверенными маневрами на петербургской сахаре как прозвали горожане этот пустырь из обилия песка стоявшего столбом жаркое время по заказу николая первого художник григорий чернецов в течение нескольких лет писал картину парад и молебствие по случаю окончания военных действий в царстве польском 6 октября 1831 года на царицыном лугу в петербурге здесь все от великосветской тусовки до отличившихся чем-то простолюдинов например единственное изображение крестьянского человека паука петра телушкина починившего шпиль петропавловского собора без возведения строительных лесов пушкин крылов жуковский гнедич денис давыдов александр брилов и так далее вплоть до коменданта петропавловской крепости сукина александра яковлевича можно себе представить как прекрасно ему жилось в годы отрочества с такой фамилией но все это фон главными на картине являются войска например слева пушки которые во время войны с наполеоном по некоторым параметрам превосходили французские и все благодаря графу аракчееву из которого советская историография сделала такого жупела крепостничество о том что аракчеев поднял артиллерию на новый уровень продумал всю логистику и работу тыла скромно умалчивали парад на царицыном лугу а это еще одно название марсово поле это апофеоз военного духа когда он еще был галантин пройдут годы и война станет окончательно коммерческим предприятием под ширмой патриотических лозунгов сразу после февральских событий здесь в центре поле организовалась братская могила куда ну простите за этот глагол складировали жертв сначала этой февральской революции потом жертв июльского мятежа так называемого ну и дальше по нарастающей самое интересное что здесь по углам похоронены жертвы терактов уже в советское время я имею ввиду конечно же володарского и урицкого а вот прямо за моей спиной вот там находится могила удивительного человека по фамилии лихтенштадт он был террористом но террористом еще в царское время и он был осужден за то что сделал бомбы которые затем использовались для взрыва дачи в столыпино в результате которого погибло аж 27 человек еще более 100 было ранено по одной из версий бомбы которыми лихтенштадт снабдил максималистов были сделаны в боевом центре под руководством леонида борисовича красина причем все это происходило в квартире горького в москве лихтенштадт за свой теракт был помилован и ему была присуждена пожизненная каторга и в общем-то 11 лет он был в шлиссельбурге пока его не освободила февральская революция в девятнадцатом году вступил в красную армию и 15 октября 1919 года был расстрелян белогвардейцами поскольку был схвачен в бою под кипению тогда войска юденича наступали на наш город марсово поле в то время называлась площадь жертв революции здесь собственно его и похоронили председателя петроградская чека моисея урицкого убил леонид канегисер 30 августа 1918 года случилось это в здании главного штаба в правом его крыле на дворцовой площади урицкий кстати был уникален тем что выступал под свои настоящие фамилии в отличие от многих своих коллег володарский был убит 20 июня 18 года он направлялся на очередной митинг но автомобиля закончился бензин володарский пошел пешком тут-то его и пристрелил рабочий никита сергеев и это была проблема на самом деле поскольку убийца был не представителем какого-то белогвардейского клана а в общем-то из своих из пролетариев пусть принадлежавший и не к партии большевиков он был эсером убийство володарского урицкого покушение в москве на ленина послужило триггером для начала так называемого красного террора кто бы мог подумать что таким тесным образом сплетутся судьбы людей и все это находится в центре современного объекта на котором принято загорать например хорошую погоду играть в летающую тарелочку фризби иногда даже бадминтон выгуливать собачек да что уж тут говорить я сам когда жил на маховой улице и на литином проспекте бегал вокруг этого самого марсового поля нарезая круги и извините за автопчик я иногда сбивался со счету потому что я начинал с четырех кругов потом меня было восемь кругов потом меня было 12 кругов и я чтобы не сбиться со счету я делал ножкой вот так в углу вот в том я отмечал полоской пробежавший круг и в какой-то момент какая-то добрая душа мне стала эти полоски пририсовывать сбивая меня с панталыков но я зато на эту добрую душу не в обиде в 1957 году здесь был зажжен первый в стране вечный огонь который в прохладные ночи как лампочка мотыльков притягивает туристов и неформалов военные марши теперь проходят других местах мы можем лишь включить воображение и представить как со стороны павловских казарм сторону летнего сада вышагивает павловский полк ну а я по традиции хочу сказать что в принципе вы можете присоединиться к экскурсиям которые провожу и в петербурге и в городе москве все ссылки есть в описании под этим выпуском и на группу вконтакте и на сайт и даже на аккаунт в инстаграме точно так же провожу экскурсии в городе парижа и берлине если вам интересно присоединиться пишите мне на электронный адрес который я точно также укажу вот там на этом все с вами был гид павел перец оставляйте комментарии увидимся пока